Вести Карачаева, Черкесия За 2019-2022 годы в Карачаеве для республиканского онкологического диспансера приобретена 51 единица медицинского современного оборудования, в том числе 8 единиц в прошлом году. В частности, получено новое современное медицинское оборудование, причем не только диагностическое, но и лечебное. В прошлом году в медучреждении появились УЗИ-аппарат экспертного класса, магнитно-резонансный томограф, многофункциональный операционный стол, эндовидеоскопический комплекс для выполнения тракальных операций и многое другое. Новое оборудование позволяет оказывать медицинскую помощь на более высоком уровне, снижать инвалидизацию и смертность населения республики от онкологических заболеваний. Например, уровень обследования на УЗИ-аппарате экспертного класса позволяет не только получить наиболее достоверный результат и точное описание состояния органов и тканей, но и значительно сократить общее время обследования до постановки окончательного диагноза. Система МРТ – это очередной прорыв в истории онкологического диспансера. Она специально разработана для повышения клинических возможностей и предоставления комплексных передовых технологий. Этот МРТ помогает увеличить число обследуемых пациентов, повысить эффективность диагностического процесса при меньших затратах на одно сканирование. В Донбай погиб 83-летний турист из Санкт-Петербурга Виктор Чубанов, который посещал наш регион с 1960 года. В Донбайскую спасательную станцию поступила информация о том, что на склоне горы Мусаачитара 83-летний мужчина получил травму. Спасатели оперативно доставили пострадавшего до пункта медицинской помощи, однако турист получил травмы, несовместимые с жизнью, и он скончался. Недавно в интернете появилась аудиозапись странного телефонного звонка, обеспокоившая родителей и педагогов. Неизвестная представляется по телефону сотрудникам газовой компании и просит ребенка включить газовые конфорки, якобы проверить исправность системы. Некоторые утверждают, что звонки поступают от злоумышленников с Украины, которые таким образом пытаются организовать взрывы многоквартирных домов. В связи с этим сейчас в школах республики с детьми проводятся разъяснительные беседы. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки республики Лейла Атаева. Когда родители проявляют некую бурную реакцию, когда ребенок приходит и говорит о том, что что-то было странное в соцсетях или что-то его напугало, тем самым он, этот родитель, он вот этой бурной реакции отодвигает ребенка. То есть у ребенка возникает ощущение, что мама или папа испугались и завтра меня не допустят к интернету. И тогда он начинает пользоваться интернетом вне стен школы, вне стен своего дома, делает это как бы тайно и последствия могут быть самыми плачевными. Более 296 тысяч тонн кукурузы собрано в республике в прошлом году. По данным оригинального Минсельхоза, во всех категориях хозяйств Карачао-Чекесии завершены уборочные работы. Воловой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 408 тысяч тонн с площади 82 тысячи гектаров. Из них с площади 52 тысячи убрано кукурузы на зерно 297 тысяч тонн. Урожайность состава 57 центнеров с одного гектара. Кроме того, утверждена структура пассивных площадей под урожай этого года. В текущем году планируется произвести сев сельскохозяйственных культур на площади 125 тысяч гектаров. Центр управления регионом Карачао-Чекесии вошел в число субъектов страны, достигших стопроцентного показателя по доле обработки обращений граждан за декабрь минувшего года. Так, от жителей республики поступило 734 обращения. По данным центра, без внимания не остается ни одно обращение. Каждое из них направляется в профильное ведомство. Чаще всего обращаются по вопросам ЖКХ, социального обслуживания, состояния автомобильных дорог, ремонту дорог, а также благоустройства дворов и придомовых территорий. Горнолыжный курорт Архиз, созданный с нуля государством, в этом году перейдет частному инвестору на условиях открытого конкурса. На электронной торговой площадке уже опубликована конкурсная документация для потенциальных инвесторов. По решению Совета директоров, который возглавляет вице-премьер страны Александр Новак, с 10 января по 14 февраля состоится сбор заявок для участия в конкурсе. В феврале запланировано проведение конкурсных процедур, а в марте-апреле с победителем будет заключен договор купли-продажи 100% акций акционерного общества, управляющая компанией Архиз. Условиями конкурса предусмотрены оплата и передача акций в два этапа. Обязательства частного инвестора при покупке Архиза серьезные. Это создание не менее 30 километров горнолыжных трасс, в том числе с системой искусственного снегообразования, развитие трех туристских деревень, одна из которых Дука, будет создана с нуля, а также доведение общего количества мест размещения до 8 тысяч, отметил генеральный директор Кавказа РФ Андрей Юмшанов. Для гарантированного развития курорта будет разработан график реализации инвестиционных обязательств под контролем государства. С 1 января этого года страховые пенсии жителей Карача-Чекеси проиндексированы на 4,8%. Повышение затронуло 105 300 неработающих пенсионеров республики, чьи выплаты в среднем увеличены на 1000 рублей в месяц. В результате индексации средний размер пенсии по старости вырастет до 17,5 тысяч рублей. Для каждого пенсионера при этом индексация индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Одновременно с выплатами действующим пенсионерам с нового года также индексируются пенсионные права будущих пенсионеров. Это происходит через увеличение на 4,8% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента в январе повышается со 118 рублей 10 копеек до 123 рублей 77 копеек. Размеры фиксированной выплаты с 7220 до 7567 рублей. В связи с новогодними праздниками некоторые пенсионеры получили выплаты за январь досрочно. Пенсия им поступила в повышенном размере с учетом проведенной индексации. Досрочное зачисление пенсии полностью завершилось 30 декабря и коснулось выплат через банки. Доставка пенсии почта началась 3 января и проходит в соответствии с графиком работы отделения в нашем регионе. 103 сервиса социального фонда России работают на портале госуслуг. Они охватывают практически все направления деятельности фонда, включая пенсии, больничные, социальные выплаты и пособия на детей. За прошлый год на госуслуги было выведено порядка 40 новых сервисов фонда. В частности, электронное заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений. На портале теперь также можно оформить уход за инвалидами и пожилыми. Большую группу новых онлайн-сервисов составляют форму заявлений для назначения мер поддержки северам военных и пострадавшим от радиации. Соответствующие сервисы позволяют дистанционно назначить компенсацию за проживание в радиоактивной зоне или работу на такой территории. Через портал можно получить и компенсацию на оздоровление, и ежемесячную компенсацию на молочное питание детей до трех лет. Помимо этого, на госуслугах представлены сервисы, позволяющие проверить электронную трудовую книжку и пенсионный счет. Инвалиды и их представители могут получить технические средства реабилитации, зарегистрировать автомобиль для парковки на специальных местах и оформить путевку в санаторий для лечения. И в продолжении этой же темы. Жители Карачао-Чекеси могут оформить прописку по месту жительства для ребенка, подав заявку через госуслуги. Раньше это можно было сделать только в МФЦ, паспортном столе или МВД. Теперь посещать ведомство не нужно. Свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет. Его можно распечатать и использовать для получения госуслуг, записать ребенка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия. Прописать ребенка получится только по месту жительства одного из родителей. Он и направляет заявление. Так, для заявления нужны паспорта обоих родителей и свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи. Затем МВД рассмотрит заявление в течение шести рабочих дней, а электронное свидетельство придет в личный кабинет. По желанию также можно получить бумажный вариант в МВД. В Изжигутинском районе в результате автоаварии погиб 20-летний водитель. На 22-м километре федеральной автодроги Черкесск-Домбай водитель ВАЗ-2114, житель села Рим-Горского, не справился с управлением и допустил попутное столкновение с автомашиной КАМАЗ. В результате ДТП парень с телесными повреждениями различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. По предварительной информации, столкновение произошло в момент, когда грузовик остановился на запрещающий сигнал светофора. Электронные права доступны в мини-приложении «Госуслуги авто ВКонтакте». Для их использования необходимо зайти в приложение «ВКонтакте» во вкладке «Сервисы», «Открыть мини-приложение госуслуги» и выбрать раздел «Авто». Затем нужно авторизоваться через госуслуги. Переход на портал и обратно происходит автоматически. В приложении появятся сведения об автомобиле, загрузятся данные СТС и водительского удостоверения. Ими можно будет воспользоваться в любой момент прямо из соцсети. Кроме этого, в мини-приложении работает большинство функций госуслуг «Авто». Здесь же можно предъявить сотруднику ГИБДД электронное водительское удостоверение, электронный СТС, передать права управления транспортным средством другому водителю или отозвать их, а также просмотреть документы на автомобиль и так далее. Правда, в настоящее время сервис работает в воспитательном режиме, поэтому инспектор вправе попросить оригиналы водительского удостоверения и СТС. В прошлом году в Карачаево-Черкесе было зарегистрировано 2353 брака, что на 407 браков или почти на 17% больше, чем в позапрошлом году. Больше всего браков зарегистрировано в Черкесске, Зеленчукском и Узжигутинском муниципальных районах. Впервые в брак вступили 1631 жених и 1649 невест. 184 брака заключено между бывшими супругами. Средний возраст брачующихся мужчин 33 года, женщин 30 лет. Возраст самого молодого жениха в прошлом году 17 лет, а самого возрастного 86. Дорожники Северного Кавказа обеспечивают безопасность движению на федеральных трассах в зимний период. Тему продолжит пресс-секретар Управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. С декабря 2022 года на подведомственной сети задействовано порядка 660 единиц спецтехники и подсыпано более 50 тысяч тонн песко-соляной смеси. Дорожники очищают проезжую часть от снега, борются со скользкостью, расчищают тротуары, посадочные площадки автобусных остановок, очищают дорожные знаки, барьерные ограждения, светофоры и направляющие устройства, а также устраняют снежные валы на обочинах. В Карачаево-Черкесской республике задействовано 75 единиц спецтехники и 45 дорожных рабочих. Использовано 8,5 тысяч тонн песко-соляной смеси. Специалисты Управления Россельхознадзора ежегодно выявляют несанкционированные свалки на землях сельскохозяйственного назначения республики. О приоритетном направлении работы ведомства в прошлом году рассказала заместитель начальника отдела Государственного земельного надзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Никулина. За 6 лет было выявлено 120 свалок на площади около 30 гектаров. Ликвидировано 85 свалок на площади более 22 гектаров. За этот период идет снижение площадей, выявляемых мест захламления. Если раньше площади захламления выявляемых свалок составляли тысячи квадратных метров, то сейчас это сотни квадратных метров. В основном все несанкционированные свалки находятся на земельных участках, которые прилегают к землям населенных пунктов, такие как присельские пастбища, а также это земельные участки, где собственность не разграничена. С начала года специалистами отдела было выявлено 56 свалок на площади более 8 гектаров. Наибольшее количество свалок было выявлено в Прикубанском районе 12 свалок, в Адагихабрском районе это 9 свалок и в Карачаевском районе это 6 свалок. Полицейские отделы МВД России по Усть-Джигутинскому району приняли студенческий десант. Студенты посетили аллею славы сотрудникам отдела внутренних дел Усть-Джигутинского района и памятник погибшим при исполнении служебных обязанностей. Далее студенты узнали, как работают полицейские кинологи, как проводятся обследования помещений и транспорта с использованием служебно-розыскных собак, которые могут обнаружить оружие, наркотики и другие опасные предметы. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения рассказал о работе дорожно-патрульной службы. Ребята ознакомились с автомобильной техникой и спецоборудованием, которое используется для выявления нарушений правил дорожного движения. Информацию комментирует старший специалист отдела по работе с личным составом отдела МВД России по Усть-Джигутинскому району Рамин Гатаев. Мы начали экскурсию, день стажировки со знакомства с нашими ветеранами, которые рассказали об истории нашего отдела, рассказали о сотрудниках, которые погибли, исполняя свой служебный долг. Затем мы проследовали на саму территорию отдела, где рассказали о спецавтомобилях, которыми оснащен наш отдел, рассказали о кинологической службе, зашли в административное здание, где рассказали о сердце нашего отдела, дежурной части, чем она занимается. Ну и направление участковых, уполномоченных, направление следствия, направление экспертов, рассказали, как поступить в ведомственные вузы, рассказали об условиях приема на службу, полицию. Ну, в общем и целом, студенты остались довольны. На территории Кафедрального собора во имя святителя Николая Чудотворца Пятигорской епархии работает социальный пункт Николин уголок, где ведется прием и выдача необходимых вещей. Бытовую технику, коляски, одежду и многое другое могут получить многодетные и малообеспеченные семьи, бездомные и одинокие пожилые граждане. В Миноборнауке Карачачи-Еси назвали сроки подачи заявления на сдачу ЕГЭ в этом году. Подать документы можно до 1 февраля включительно, в том числе и выпускникам прошлых лет, желающим пересдать определенный предмет. Единый государственный экзамен пройдет в три этапа. Досрочный с 20 марта по 19 апреля, основной с 26 мая по 1 июля и дополнительный с 6 по 19 сентября. В заявлении на участие в ЕГЭ нужно перечислить предметы для сдачи. Русский язык и математика – обязательные предметы для выпускников. Их успешная сдача необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Выпускники 2023 года могут выбрать для сдачи по математике базовый или профильный уровень, а выпускники прошлых лет – только профильный уровень. В художной школе Усть-Джигуты проходит выставка изделий русских традиционных промыслов. Посетители встречают прекрасные, талантливые преподаватели и проводят познавательный и увлекательный экскурс в историю. Более подробно о выставке рассказал директор учреждения Борис Сатаев. Если мы с детства не будем воспитывать, потом очень трудно это, приходится воспринимать поколению. А для нашей школы проблем в этом отношении нет, потому что по этой части мы работаем очень давно, еще с времен программ Бориса Неменского, и дети с этим знакомятся с первого класса. Ну и последняя информация. В картинах галереи Черекеска открылась выставка участников студии «Краски-09». Жителям и гостям столицы Карачащикесии свои творческие работы представили художники Анна Макарякова, Александр Ольховский и ремесленник Вячеслав Якимовец о своей коллекции керамических изделий. В рамках выставки представлены также лучшие работы воспитанника в студии за пять лет и работы самой художницы. Кроме классической живописи, зрители могут оценить картины в смешанной технике, к примеру, из эпоксидной смолы. О самом творчестве расскажет художник Анна Макарякова. Рисовать я любила всегда, и как-то с самого детства. Я начинала с художественной школы, потом институт, кафедра дизайна. Очень долго я проработала дизайнером, и потом все-таки вернулась к холсту и краскам. Может быть, потому что меня это вдохновляет, и, как сказал один известный человек, найди себе дело по душе, и тебе ни одного дня в жизни не придется работать. Это мое любимое дело, мне нравится этим заниматься. Радио России, Карачаево-Черкесия. Погода. По данным региональных синоптиков, сегодня по республике переменная облачность, без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. Утром местами на дорогах республики Гололедица. В горах местами плюс 2-7 и выше 2,5 тысяч метров. Лавина опасна. В Черкесске без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 11 градусов выше нуля. Таковы некоторые события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова